Почему же важно чистить дымоход? Две основные, основополагающие, я бы сказал, составляющие. Пожарная безопасность, строение вас, вашей семьи дома и экономическая составляющая, которая всегда немаловажна. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Сегодня с вами работает команда «Сибирский тубочист». Мы с 2016 года занимаемся обслуживанием дымоотводящих систем, дымовых труб, теплоагрегатов. И за это время мы почистили не один километр дымовых труб и обслужили не одну сотню теплоагрегатов. Первая причина – это пожаробезопасность, потому что температура горения и сажи составляет 1100-1200 градусов. Ну, наверное, на сегодняшний день ни один дымоход в мире не способен выдержать такие перегревы. И, соответственно, вся конструкция, находящаяся вокруг трубы, она подвержена повышенной опасности горючести. Вторая составляющая немаловажна – это экономическая составляющая, потому что сажа – она теплоизолятор. И оседая на внутренних стенках дымовой трубы, она уменьшает КПД теплоагрегатов. Вы незаметно для себя начинаете подкидывать больше топлива, расход увеличивается, а теплосъем маленький. Также еще необходимо отметить, что сажа – это химический элемент, химический такой реагент. И когда она въедается во внутренние стенки дымовой трубы, этот запах потом не удалить. То есть трубу мы сразу меняем. Сегодня с вами работает бригада Евгений, Николай. Процесс рабочий начался, так что отвлекать ребят не будем. Сегодня мы поговорим о необходимости обслуживания дымовых труб, дымоотводящих систем печей, в данном случае банной печи. И вы наглядно убедитесь, почему это требуется и необходимо делать либо самостоятельно, либо с привлечением профессиональных трубочистов. Сейчас пойдем смотреть внутрь бани, производить визуальный осмотр конструктивных особенностей и печи, и смотреть соответствие раздела коступок противопожарным нормативам. Так, то есть мы сейчас находимся в предбанном помещении. Вот у нас топочная. Осмотрим устройство топочное на наличие каких-то повреждений, прогаров, нарушений. Поднимемся по лестнице, посмотрим кровельно-проходной узел, как там устроена разделка. И в потолочном перекрытии тоже вскроем, посмотрим на соответствие нормативным правилам. То есть у нас должно быть 260 мм от внутреннего контура сэндвича до сгораемой конструкции. На сегодняшний день мы будем разбирать профессиональную чистку, как это происходит с использованием специального инструмента, оборудования, системы видеоинспекции, специальных штанг профессиональных, ротационных. Но эти работы вы можете производить и самостоятельно. То есть если у кого-то есть желание, потребности, возможности в этом разобраться, можете приобрести щетки для чистки. Сейчас они доступны в магазине. Фарнак сможете приобрести по отличной цене. Также есть полено-трубочист. Это химическое средство. Но стоит отметить, что полено оно само по себе не решает. Вы не закидываете полено и сажа улетучивается. Нет. Полено работает тогда, когда сажа жирная, когда сажа с кориазотом. Она размягчает эту сажу. И тогда можно после размягчения полено производить механическую очистку. Самый лучший способ чистить баню, в данном случае баню, ну и если вы тоже ее эксплуатируете, это использовать сухие березовые дрова. Тогда сажа будет легкая, пыльная, летучая. И на чистку вы будете тратить меньше времени и средств. Сейчас мы осматриваем устройство топочное. Заглянем внутрь, посмотрим, все ли там исправно. Нет ли там прогаров, неисправностей. Все, осмотр закончили, все исправно. Все, сейчас закрываем рабочую зону вокруг печи. Обклеиваем пленкой, чтобы в процессе чистки, в процессе осмотра обслуживания у нас было все чистенько и аккуратно. Производим осмотр, визуальный осмотр конструкции дымоотводящей системы печи. Разобрали декоративный короб, чтобы увидеть, как устроен у нас теплосъем. Парчесные лючки, то есть мы сейчас выясним, обслуживаемая печь или не обслуживаемая, потому что после чистки дымовой трубы сажа упадет вниз. И, соответственно, нам ее надо будет оттуда изъять. Так, ну, все есть. Ревизионные отверстия есть. Разгонный метр теплосъема у нас уже поменял цвет. Это говорит о том, что температуры растопки достигают порядка 600-700 градусов. Это наша шиберная заглушка. Проверяем ее рабочее состояние. В закрытом состоянии шиберная заслонка зафиксирована. Зафиксировано в открытом состоянии. Здесь все исправно. Сняли отражатель парной в потолочно-проходном узле. И измеряем расстояние от внутреннего контура трубы. Ну, мы меряем внешний контур, но учитываем, что у нас это сэндвич. Соответственно, закладываем расстояние от внутреннего контура до ближайшего места сгораемой конструкции. Все нормально. Она составляет 26 миллиметров. Это в норматив укладываемся, так что переживать здесь не нужно. Так, теперь разбираем отражатель в разделке в кровельном перекрытии. Здесь тоже замеряем. Также учитываем, что у нас сэндвич. Расстояние до ближайшей сгораемой конструкции от внутреннего контура сэндвича 26 миллиметров. Все выдержано. Все исправно. Внутри бани мы все осмотры разделок, отступок, противопожарные армативы проверили, топочную проверили. Все работы произвели. Сейчас полезем на крышу, чистить трубу. Но перед этим снимем дефлектор и посмотрим, в каком он состоянии. Демонтируем дефлектор, откручиваем хомут, собран на саморезы. В сэндвич трубе никогда нельзя собирать стыковые элементы на саморезы. Для этого хомуты придумали, чтобы стыковые соединения модульных частей дымохода соединять аккуратно, без нарушения конструкции. Собирая на саморезы, мы нарушаем внешний контур дымовой трубы. И это дополнительный подсос воздуха. Смотрим внутренний контур, что он уже начинает спекаться. Делаем чистку дефлектора от сажистых отложений. Щетки разной степени жесткости. Сначала мягкой, потом с более жесткими металлическими ворсинами для въевшихся отложений. Так, все, сейчас мы подготовили систему телеинспекции. И до прочистки снимем состояние внутреннего контура трубы. В каком состоянии дымовая труба. Вот мы подошли к первому стыковому соединению модуля. Просмотрим его. Собран он. Все правильно, без нарушений. Дальше опускаемся. Смотрим состояние. Вот он, второе соединение. Стыковые соединения модуля. Это шиберная заглушка, которую мы видели внутри бани. То есть сейчас мы видим ее внутри дымовой трубы. Опустимся ниже и мы подходим ближе к разгонному метру. Сейчас будем начинать процесс чистки. После осмотра видеокамеры внутреннего контура. Для себя убедились, что там нету никаких нарушений. Чистим мы профессиональными ротационными штангами зарубежного производства. Которые также стыкуются через модульные клип-фиксаторы. Собираем ее до шибера без вращения. Дабы не повредить шиберную заслонку. Никакие стыковые элементы соединения. Сейчас опустим по общему погонажу вниз. Вот мы сейчас дошли до шиберной заслонки. И начнем чистить уже на оборотах. Первый элемент снизу от шибера мы прочистили. Сейчас снимаем метр штанги ротационной. Все, процесс чистки внутреннего контура закончен. Сейчас будем повторно проводить видеоинспекцию дымового канала. И посмотрим состояние уже на чистой трубе. Так, ну осмотр внутреннего контура после очистки произведен. Заключение труба очищена. Стыковые соединения плотные, собраны герметично. Нарушения внутреннего контура нет. Все, дефлектор мы назад установили после прочистки. И когда почистили, сажи было немного, но она тем не менее упала вниз. Вниз во внутреннюю конструкцию печи. Все, как и сказали, мы с крыши спустились в баню. Сейчас будем через прочистные лючки, прочистные отверстия в печи собирать сажу, которая осыпалась на пластину. То есть с этих прочистных отверстий мы добрались до самой топки. То есть сейчас не только очищаем пластину опорную, на которой патрубок выходной печи установлен, но и даже в саму топку опустились. Сажи много. Производим очистку топочной от золо-шлаковых отходов. Соответственно, через прочистные делаем там и одновременно тут очищаем топочную. Колосники, чтобы были обязательно чистые. Все, осыпавшуюся сажу с дымового канала прочистили через прочистные отверстия. Сейчас приступаем к сборке декоративного короба у теплосъема. Соберем, все покажем. Все будет чистенько и аккуратно. Так, все. Мы закончили работы по обслуживанию. Почистили дымовую трубу, почистили дефлектор, почистили печь. Труба у нас получилась около 5 метров. Печь эксплуатируется год на данном объекте. Дымовая труба по внутреннему контуру в порядке. Стыковые соединения модулей в порядке. Печь подлежит дальнейшей эксплуатации. Все исправно, все работает. Все, здесь мы на сегодня закончили. Прощаемся с вами. И следующий наш клиент – это вы. Продолжение следует...